Сейчас вы как-то будете с этими отвертками специально, да? Да, это будет специальная отвертка, я буду шевелом и шестой. Сейчас, секунду. Хотим просто взять ракурс. Для того, чтобы показать этот процесс. Сейчас, значит, лишим душат филин. Я беру кожу чуть-чуть сдалека, и мы сказали, что мягкий как пластилин. И начинал перекатывать кожу. Я не знал, если можно сделать увеличение так, чтобы это видно было сдалека. Может, не видно, что кожа поднимается. Кожа должна подниматься. Я ее вытажнирую сдалека, и сдалека веду ее к контуру, где мне надо. Этот контур, он как бы для вас граница такой, да? Да. Это там, где он должен быть. Потом его снова должны будем вставить в эти формочки, чтобы он был красивый. Да? Ну, где он будет, я вот знал, что он вот здесь. Здесь есть свои аллахические моменты, которые у нас есть при письме букв, когда если слипаются части буквы, то надо отменять букву или часть буквы. Тут есть много законов, которые надо знать, и это не так легко сейчас на одной ноге объяснить об этом. Но то, что мы тут видим, что мы берем сдалека чуть-чуть кожу и перекатываем ее с места на место, где нам нужно, чтобы появился кошерный шин. Вот так вот вы создаете вот этот контур. Я прямо сейчас вижу, да, как вы двигаете эту кожу, и получается она поднимается. Вот в этих местах она поднимается, то есть вы создаете… Я ее перекатываю как бы сдалека на эти контур, где мне надо, и там она получается выше… Да, то есть вы создаете вот эту линию за счет… Не за счет письма, как бы, да, когда мы пишем ручкой. То есть мы рисуем вот эту, проводим материалом, накладываем. А здесь вы не накладываете, здесь вы перекатываете. Как интересно это… Да, как кропотливая работа, на самом деле. Да, эта работа не только кропотливая, но она еще… Нужно знать, что перекатываем действительно кожу, а не вдавываем. Если взять и вдавить кожу близко к этой линии, то это не кошерно. Ага. Выдавил так это уже проблемой? Нет, нет, нет. Есть такие мнения, которые говорят, что если большинство букв сделано кошерным образом, то вся буква нормальная. То есть если мы только сделаем вот эти четыре линии, а все остальное вылезет… Само по себе? Само по себе есть мнения, которые говорят, что это хорошо. Мы на них не опираемся? Да. А не ищем легких мнений? Мы не ищем легких мнений. Быть хорошим евреем – это нелегко. Поэтому мы от тяжести работы не удивляемся, а вспоминаем Всевышнего и работаем. А он нам в свою очередь очень помогает. Все, теперь здесь у меня получилась буква ШИ, которую я сейчас обведу другим цветом. Почему я его хочу обвести другим цветом? Ну, чтобы когда я его сейчас вторично поставлю, украсить его в штант… В профиль, да? В профиль, чтобы я увидел, если он мне не отменит то, что я вытащил ручной работой. Поэтому я сейчас это делаю. Я об этом еще поговорил. Значит, я опять говорю, решил душать филин, потому что этот цвет может, докладывая на синий, дать кошельный цвет, решил душать филин. Ну, рисуете бы красным, как я вижу. Да. Но он, когда пересекается с синим, он может дать как-то… Фиолетовый, как известно. Ну, более такой темный-чемный, но он тоже может быть кошельным для шина, поэтому я здесь тоже, говорю, решил душать филин. А как вы видите вообще этот цвет второй? Я его не вижу вообще. А мне вот сейчас уже не нужно. Ну, вы его продолжаете рисовать? Мне нужен вот этот красный цвет, который. Ага. Красный цвет, он мне сейчас нужен. Тот уже я употребил, для чего я его закрасил. Эту я уже на значение сделал. Сейчас мне важно, чтобы я видел, где этот красный цвет. С этим мы закончили. Закончили. Значит, вот так у нас выглядит шин. Более, значит, негладкий. Вот, сейчас нам надо его делать со стороны трехголовочных шинок. Ага. 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 Ага.